Водовод В этом году в селе Тургайжин Гильдинского района началась реконструкция системы водоснабжения. В течение двух лет здесь должны привести в порядок 1,2 километра водопроводных сетей, отремонтировать здание станции, построить новую напорную канализацию и два резервуара для чистой воды. На это из бюджета выделено 580 миллионов тенге. Внутри этого здания боестанция водоподготовки. Она для переработки 1650 кубов воды. Есть еще 200 кубовый резервуар и фильтр поглотителя. Награждение. Сейчас из них работает напорная канализация. Она заложена полностью. Его уже построили? Да, построено. Сколько глубина? 3 метра. А зимой она не будет примерзать? Нет, не будет. Водопровод выкопан на 1 километр. Положено труб 101 метр. Это очень слабо. За 2-3 месяца можно было положить хотя бы 300 метров. Для первого резервуара уже выкопан котлован. Завезли для его строительства все необходимые материалы. В этом году, по словам подрядчиков, они должны освоить больше 200 миллионов тенге. Порядка 100 миллионов тенге уже вложены в дело. Еще 125 остается освоить до декабря 2018-го. Здесь 80% есть, 20% остается. Остается перекрытие и стена. Смотрите внимательно. Сейчас сентябрьский объем осваивают. Но октябрь будет решающим месяцем. Поняли? Если не покажете себя, то расторгнем договор. Есть же недобросовестные поставщики. Если зачислим тебя в этот список, то вы больше не сможете участвовать в других госзакупках. Все поняли? Тогда хорошо. Не подводите. А вот в Амангельдинском районе, в Амангельдинском сельском округе, в этом году водовод в рамках программы «Акбулак» запустили в эксплуатацию. Водопровод, который был построен здесь еще в советские годы, полностью изжил себя, говорят эксперты. Строительство нового началось в прошлом году. Около 22 километров выложено водопровода. На это потрачено около 500 миллионов средств. Только на Амангельдинский район для проведения питьевой воды в селах Амангельды, Ясир, Аман-Тагай и Урпек было затрачено около 2 миллиардов тенге. Мы выделили около 2 миллиардов тенге. Четырем поселкам дали питьевую воду. Если раньше в сутки здесь давали воду по часам, в колонках, то теперь в самих домах вода имеется. За два года подрядная организация протянула почти 2 километра водовода и больше 19 километров разводящих сетей. Примерно 300 домов в селах Жалдама и Мантугай получили доступ к качественной питьевой воде. Была проведена вода на 230 домов. Кроме них есть еще 7 коммунальных объектов. Вода прошла все анализы, чистая. Народ радуется. По новой программе во все дома провели воду. Воду берут возле реки Береговой. Глубина скважины более 40 метров. Есть фильтры, отчистительные сооружения. Мы привезли из Алматы. А так все строительные материалы казахстанские. В день официального запуска в работу нового водопровода жители сел устроили праздник. Ведь теперь вода в их домах будет круглосуточно, а не по полтора часа в день, как было раньше. Монарбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН. Другим темам. Приграничное следопытство, осмотр транспорта и охрана рубежей Родины. Это не список обязанностей служащих на погранзаставах, а список навыков, которые получают ученики школы в Карабалыкском районе. В одном из приграничных поселков разработан проект сотрудничества погранцов и отдела образования. Подробнее о необычном эксперименте расскажет Ярослава Богатырева. Уделение с места строительства. Вот так начинается учебный день у учеников Новотроицка средней школы Карабалыкского района. Воспитанию патриотизма у детей здесь уделяют повышенное внимание. На протяжении многих лет сотрудничают с пограничной службой. На базе пограничного состава «Магнай» проводятся занятия, направленные как на патриотическое воспитание, направленные на изучение основ пограничной службы, навыков, реагированные при чрезвычайных ситуациях. Также была ошлина проверка президентной комиссии, которая оценила подготовку учеников на отлично. Были проведены такие мероприятия, как действие заставы по сигналам тревог, досмотр транспортных средств, также пограничное следопустие, задержание нарушителей государственных границ в составе поисковой группы. При изучении АЗОВ пограничной службы скидок школьникам не делают. Спрашивают, как со взрослых. Военные проводят полевые сборы для детей, делятся тонкостями пограничной службы. Например, рассказывают, как досматривать машины на границе, где и какие инструменты использовать для проверки. Очень серьезно надо обращать внимание на низ пола Кутова, потому что в нем могут перевозить как боеприпасы, оружие, так и лиц, депортируемых из Казахстана или лицам въезда, запрещенных в Казахстан. Сегодня в планах пограничников привлечь к совместной работе и школьников других ближайших населенных пунктов в программе профориентационного обучения, ориентирования на местности, пограничное следопытство. На этот состав мы приезжаем каждый месяц, изучаем следопытство, нас учат пограничными навыками. Нам очень интересно, мне нравится приезжать на пограничный состав. Школьники уже сейчас знают, как вести себя, если обнаружили четкие следы на пограничной полосе, как определить количество нарушителей границы, куда они направляются и как их задержать. В реальной жизни на все это пограничникам дается лишь одна минута. Учат школьников и тому, как защищать погранзаставу при атаке. Стоит отметить, что Новотроицкая школа – это пример для многих других образовательных учреждений по воспитанию чувства патриотизма среди детей. В этой школе много лет назад появился первый музей памяти воинам-афганцам. До сих пор идет сотрудничество с военными объединениями России и Казахстана. Проводится работа по нахождению хоть какой-то информации следов пропавших соотечественников. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН, Короболыхский район. Празднование Дня пожилого человека в Денисовке прошло в этом году в необычном формате в виде экскурсии. Удивляли пенсионеров современными технологиями в школьном кабинете робототехники, модернизированным оборудованием на элеваторе, а в Краеведческом музее их окунули в историю родного края. Кстати, совсем недавно там появился уникальный экспонат. Обо всем подробнее наш следующий материал. Богатейшая коллекция предметов домашней утвари, ювелирных изделий, редкая коллекция старинных монет и, наконец, главное достояние музея – каменное извояние, найденное недавно в Покровском сельском округе, которое больше всего заинтересовало пенсионеров. По словам директора музея Натальи Таран, возраст находки оценивается в 1000-1200 лет. Каменное извояние – это еще, видимо, до монгольского периода, потому что такие очень характерные на территории Средней Азии, их находили очень большое множество. И характерное положение рук. Одна рука удерживает чашу, а другая рука держит кинжал. Хорошо прорисован город на извоянии, и поясная часть, ремень, но, к сожалению, у нашего извояния отсутствует голова. Полным контрастом после погружения в прошлое стал визит делегации в кабинет робототехники, не скрывая любопытства гостей, словно сбросив года с огоньком в глазах, как и дети знакомились с новыми технологиями. Современным оборудованием удивляли в этот день и на одном из крупнейших элеваторов района. Гостям рассказали и показали технологический процесс, через который проходит зерно. А кто его построит? Его построили. Так же? Нет, не китайцы. Строили наши элитики. А оборудование? Оборудование турецкое. А сколько человек работает? 40. Себо с ним не нужно. Ну, 31 постоянный и 9 лет. Завершилась познавательная турне в лагере отдыха «Солнечный», где пожилых людей уже ждала концертная программа и праздничный стол, за которым пенсионеры делились впечатлениями от увиденного. Особенно нас поразило посещение школы номер один, где мы посетили кабинет роботехника. Роботехника кабинета. И мы сожалели вот уже в таком возрасте, что мы попали в такое время, когда этого вообще не было. И как будто мы побывали в 22 веке. И с таким интересом, удовольствием смотрели, как ребята занимаются, готовят, строят эти вот роботы. Спасибо им за такое развитие в будущее. Интересна была экскурсия и на элеватор. Мы там тоже увидели, как все это автоматизировано, механизировано. И поразила нас очень чистота. В таком формате День пожилого человека в районе отметили впервые. Организаторы надеются, что к следующему празднику в Денисовке найдется. Чем удивить пенсионеров еще? Наталья Луговская, присодействитель компании «Акцент». Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Продолжение следует...